Альберт, меня хорошо слышно, да? Да, да, я тебя слышу в телефон Ну, я просто, знаешь, хотел с тобой поговорить, знаешь, на какую тему? Поговорить о патриотизме Потому что на сегодняшний момент я вижу, что очень много пастеров Дают свои взгляды, свои объяснения Не то, чтобы я хотел бы дать свой ответ Вот я, допустим, вижу отношения пастеров, допустим, в связи с этой войной Или там, кто называет, военной операцией Хотя какая там она, военная операция Разделение произошло между верующими прям везде В России, в Украине, в мире Мало-мало того, если, знаете, может быть, не знаю Я вот вчера вечером смотрел эфир тоже Как бы пастора Алексея Он объяснял, что разделение, оно и внутри Это движение часто проходит Вроде бы, ну, как же, скажется, война Дведи должны объединяться А по факту это, ну, как бы Наоборот, разделение идет еще Вот такой момент Ну, и давай, вот, кто-то говорит Ну, в плане патриотизма Начинает, ну, ассоциировать себя С чем? Ассоциировать себя со страной Ассоциировать себя с церквью Ассоциировать себя с каким-то человеком И вот, а что на твоем понимании Вот, может, ты тоже добавишь Что на твоем понимании такое патриотизм? Должен ли быть верующий патриот И быть своей страны Или там патриоты своей церкви Или патриоты пастора Давай вот эти, может быть, темы поговорим С чем ты сталкиваешься И что ты думаешь Я тоже Свои мысли тоже выскажу Ну, хорошо Во-первых, приветствую всех зрителей Твоего канала, наверное, это выйдет И у нас на канале Запись сохранится Мы в прямом эфире, первый раз Поэтому, друзья, простите, если что-то не так Смотри, нам нужно Ты задал очень много хороших вопросов Это не один вопрос Что такое тот патриотизм и этот патриотизм Надо дать какие-то определения О чем мы начнем говорить Есть библейское понимание патриотизма Есть, ну, скажем так, секулярное Или мирское понимание патриотизма Но, во-первых, это слово греческое Оно употребляется Я не знаю, помнишь, ты был учитель такой Дерек Принц Да, конечно У него где-то было не совсем о патриотизме Но он разбирал послание Ефесянам Это я зачитаю сейчас Третья глава Четвертый Четырнадцатый, пятнадцатый Да, стихи Смотри Для этого преклоняю колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа От которого именуется Всякое Отечество На небесах И на земле И вот смотри Здесь употребляется это слово Отец патр греческое И патрия это вот семья отцовства Вот откуда это все пошло Библейское понимание семьи Ну, в христианстве, по крайней мере Отцовство У нас это слово Ну, как-то оно затерто Нет того смысла Которое должно оно иметь Ту силу Ту значимость В основном Вот когда коммунисты пришли к власти Они насаждали культ матери Это связано с язычеством Вот И отцовство, отечество Оно как-то ушло на второй план Вот я как-то беседовал с украинцами Был в одной церкви Поповедовал Прошлой зимой Я в Дюссельдорф, по-моему В женском языке у них батьковщина Это слово есть Интересное Вот с батькой связано С отцом Оно и у нас слово отечество Но оно так замылено, замызганно Вот А кто такой патриот? Патриот это как бы соотечественник Соотец, да? Соотечественник У нас один отец Вот даже само значение Оно вполне христианское значение Патрус это вот родина или отечество Ну, родина его переводят Поскольку Поскольку это вот Это политический, социальный Политический принцип Религиозный, наверное, принцип Это такое социальное чувство Вот знаешь, патриотизм, он, наверное, больше связан Все-таки не с разумом, а с чувствами Давай вот Ну, в этом контексте поговорим Это такая осознанная любовь Привязанность к родине Или к государству Готовность пожертвовать ради нее Своей жизнью там Или чем-то еще Может быть, это какая-то осознанная любовь К своему народу К своему городу Есть несколько понятий патриотизма, да? Они интересные всякие Есть свои идеи Есть, знаешь, вот в народе бытуют всякие мнения, да? Есть слепой патриотизм Вот когда люди Они прям свято верят Во что-то И ради этого Они готовы на все Как правило, люди Которые вот заражены слепым патриотизмом Они Они очень нетерпеливы Или нетерпимы даже, скажем так К позиции других людей, да? Когда критикуют их государство Или их город Или их там Родину Что бы мы ни взяли Это вот такой Вот такой патриотизм Он, конечно, противоставляется Космополитизму Есть другой термин такой Есть такой реактивный Или проактивный Есть Ты, наверное, слышал тоже выражение Наши зрители слышали Квасной патриотизм Ну, такой, как бы, знаешь В кавычки берут это все Ну Не то, что ерничают Но Тоже выделяют Вот Есть Есть христианский патриотизм И первые, наверное, три века Скажем так Века гонения Когда церковь еще придерживалась Еврейских Пониманий Все-таки христианство распространялось И был свой христианский Патриотизм Но он Он ближе Вот Ну, не знаю Мне сегодня это намного ближе Он касался Он касался Любви к небесному отечеству И Павел И все другие апостолы Мы в Библии читаем Вот именно об этом Христианском патриотизме О любви к своему Небесному отечеству Не важно, где ты живешь Я понимаю, что Много критики Мы можем получить с тобой За этот эфир Вот Но это не отвергает того Что мы можем любить И ту землю, где живем И И свою родину И свою землю Это никак не Противоречит Одно другому Просто Нужны Правильные акценты Их нужно правильно Расставить Кого ты больше любишь Какое отечество Где Твое отечество Да, да, да Слушай Ну просто Ну и не будем же Мы же пытаемся Найти причину Взгляд Допустим Почему Вот эти конфликты Как говорится Происходят Да У нас Ты знаешь Там Когда началась Допустим Эта война Были Были и есть Пастора Которые говорят Мы русские Мы должны быть За свой народ Я думаю Так же Ну как бы Думают и украинцы Да Ну как бы За свой народ И есть Есть же такое мнение Когда говорят О том Что Если ты в этой стране Родился Ты должен быть За свой народ Вот мы с тобой же были Помню Даже в этом Южной Корее Да И мы там касались А я верю Что Россия возродится Я верю Что нам надо быть Патриотами Своей страны Я верю Что из России Пойдет пробуждение Ну и ты видишь Просто Ну люди просто Ну Просто вот Знаешь Вот такой Знаешь Больше патриотизм К своей стране К своему Ну К своему народу Ну и Туда Примешивают Допустим Это И веру в Бога А Вот что ты На этот Момент Это же То же самое Есть сегодня Я вот смотрел С Алексеем Да В сегодняшнее Его интервью Он Он Говорит Что Вот я там За Латвию Борюсь Бьюсь Там Я там Против гомиков Выхожу Чтобы Не входили Разные законы Целые конференции Движения Ставят на то Что Я не позволю Разлагаться Моему Моему Остиску Да Ну как бы И ты видишь Что На самом деле Вроде бы Прав тот И правы те И прав вроде бы И Алексей Но с другой стороны Ты смотри Это же больше Приносит разделение Ну в церковь Нежели созидание Ну Смотри Где Это грань Что слово Это обо Пою да острый меч Слово всегда Будет приносить Разделение Потому что Потому что Очень много Особенно В последнем Времени Написано Что будет много Разных учений Будет много Разных учителей Которые льстили В слуху И когда лесть Уходит Да И ты становишься Ну с голой правдой Один на один Ты слышишь ее То конечно Ну меч Пронизывает твою душу Мы никак Не отталкиваем Ну не отталкиваем Любовь к своей земле К своей чизне И того что делают Некоторые пастыри Борясь за свою землю За свою родину Некоторые Присоединяются Большинству И говорят Что большинство Всегда право Но мы видели Пример в истории Например фашистской Германии Когда большая часть Даже христианской Церкви Они заразились Вот этим Давай скажем так Псевдопатриотизмом Что мы со своим народом Мы со своим государством Право Не право Оно Вот мы сегодня От русских пастырей Слышим от некоторых От российских Скажем так Вот те же самые Фашистующие идеи Не важно Что происходит Не важно Правы Или не правы Помнишь Там небезызвестный Новиков Однажды Помниститель Кстати Лиховского Тоже Палпред Его там Или кто там Начальник какой-то Великий Он тоже заявлял Это уже не важно Мы должны поддерживать Своего президента Свою армию У кого больше сил Тот и прав Это тоже Кто победит Тот и прав Да Это тоже Якобы Понимаешь Не важно Что происходит Не важно Знаешь Можно стать Патриотами Там я не знаю Вот Мы выросли с тобой На улице Да В 90-х Мы знаем Как Мы могли быть Патриотами До сих пор Всяких Бригад И бандиты Понимаешь Свой патриотизм Да я за братву Там я всех порву И все остальное Это тоже патриотизм Вот у нас есть Маленькое сообщество Людей У нас есть Свои ценности Праведные Или неправедные Это не важно Но я за это Вот И не важно Все остальное Вот в Германии Точно так же думали Была же церковь Огромная Которая поддержала Гитлера И все это было Основано на патриотизме Мы один народ Гитлер же он качал Эту тему И не только он Все его Там Геббельс И вся эта Машина Она работала Как раз Промывала мозги людям Но должны ли мы Следовать за большинством На зло В этом ли патриотизм А понимаешь Тут более глубокие вопросы Которые мы можем поднять Ну конечно Найдем Давай конечно Подним вопросы Что эфир Ты все скелпит А ты меня слышишь Что-то я пропал Ага Ну вот смотри Опять же Смотри С одной стороны Вроде бы патриотизма Который мы говорим Допустим Я должен Следовать За властью За политикой власти Со своим народом Ну это Сегодня Опять же Это везде В каждой В каждой стране Присутствует А есть Другая тема Типа Я патриот Небо Я пацифист И я вот Знаю там Допустим Максим Максимов Я туда с ним До всех У Крыма До всех этих Всех ситуаций Я ему говорил Максим А если вот будет Вот Ну сложность Ну в стране Ну будет Гонение Что ты сделаешь Он говорит Я это В Америку Еду Я говорю А как же Церковь Как народ И Также мы Видим Есть Сейчас много Кто Русских Которые Я пацифист Я Патриот Только небо Я буду Спасать людей Ну как бы Рим Придания Того Момента Наверное Не служили Наверное Но они Разошлись По всей Империи Вот первые Три века Которые Как Ну в разной Так сказать В разных Делениях По временам Таблицы Такие разные Есть Люди Видят Одни Периоды Другие Периоды Вот Есть Период Такой Который Называется Еврейской Церковью Три века Подгонениями Церковь Была Космополитична Она Считала Что главное Отечество Это на небесах Основывались На местах Писания Помнишь Вот У апостола Павла Есть Ну например Я тебе процитирую Сейчас Колоссяном Третьей Главе Пишет Если вы Воскресли Со Христом То ищите Горнего Облекитесь Нового Человека Где нет Ни Элина Ни Иудеи Ни Обрезания Ни Обрезания Варвара Скифа Раба Свободного Но все И во всем Христос Колоссяном Третья глава В Галатам То же самое Тоже в третьей главе 27-28 Он пишет Ибо вы все Сыны Божьи По вере во Христа Иисуса Вы все во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Нет уже Ни Иудея Ни Язычника Ни Раба Ни Свободного Ни Мужского Ни Женского Всего во Христе Иисусе На этом Все строили Свою жизнь Поэтому христианство Шло Распространялось И оно Было Главной опасностью Потому что Оно как раз И выступало Оно вот Клином Входило С этими идеями Патриотизма Потому что И Рим И весь Эллинистический мир Да Греческий мир Он был построен На этом На любви На любви К своей родине К своему городу Есть такой еще Патриотизм К полису К своему городу К своему народу К своей культуре Вот И христианство Оно шло В клинче с этим Оно говорило Нет уже Во Христе Никого Нет там Римляна Нет Эллина То есть грека Да С его философией Нет никого Вот сегодня Когда я ехал Я новость Пробежал Успел Еще до этого В России Сейчас Появилось Письмо В защиту Ученых Я не знаю Слышал ты Этот момент Или нет Троих ученых Арестовали Сегодня Да На госизмену Да Да И Эти ученые По-моему Из Новосибирского Этого Института Который занимался Как раз Аэродинамическими Исследованиями И Как говорят Что эти трое Ученых Они Как раз И придумали Эту ракету Кинжал Гипер Супер Пупер Там Какую-то Незбиваемую И ученые Они придумали Эти ракеты Помнишь Понравилось И сейчас Его представители Там Рэндич Еще кто-то Недавно Я услышал Что даже Артур Симонян Во Флориду Приехал Да Понимаешь С одной стороны Да Ну братья Не имеют права Двигаться Куда Бог Говорит Но как же Тогда Вот с этим Патриотизмом Быть Понимаешь Когда ракеты Кинжал Должны Как раз Шандарахнуть По Флориде А эти ребята Сейчас Ну тот же Рэндич Например Поет Флорида Да Ах Флорида Жемчужиного моря Понимаешь Куда вы ездите Шандарахнет Скоро прилетит туда Ну вот Ученых сажают Да Вот это письмо Сейчас Написали Ну типа Как же так Мы же свои Мы все для Родины Мы все для всего И возможно Они ученые Они во многое Не понимали Не лезли Они разрабатывали Это им интересно было Вот А их за измену Родины Что-то пошло не так Оказалось Что не такие Они возможно Даже и гиперзвуковые Оказалось Что уже Их избивают Ну как говорят Всякие злые Добрые языки Но везде В интернете Сейчас полно этого И конечно Государство Оно в шоке Потратили миллиарды Наверное На исследования На все остальное Но как их делают И возможно Где кто Своровал деньги Потому что Одно дело Ученый Да Который Там Где-то В своих облаках Витает Да И он все эти Расчеты Предоставил А как это сделали Уже на практике Никто не знает Вот И оказывается Вот Жизнь показывает Всегда Знаешь Одно дело Идеи в твоей голове Это касается И патриотизма Вот хорошая аналогия Знаешь Хороший пример Одно дело Что ты фантазируешь Себе бьешь в грудь А я патриот Я за Россию Находясь в Корее Ты же помнишь Эту ситуацию Человек Бьет себя в грудь Приехал Сидит и кушает Ну ты знаешь Благословляю Благословляю Непонимание Непонимание Слово патриотизма Я допустим Как тебе Допустим Как я считаю Я так сразу скажу Что Ведь каждая модель Которая церковь Которая говорит Да допустим Ну например Допустим Взять допустим Модель Допустим Того же Алексея Ледяева Церковь должна стоять За нравственными принципами Она должна быть В правительстве Она должна быть Это Если вот Ну если вот Эту концепцию Прямо вот Взять за основу Да Что ну нормально Допустим Европе Да Которая уже Давно христианская То вроде бы Она ложится На демократическое Мышление Допустим Людей Да Оно легко ложится Допустим На украинское Мышление людей Потому что Ну Украина Христианская страна Там уже Ну там очень Но оно не ложится Допустим Это мышление Допустим На Россию Или например Если с этим мышлением Поехать в мусульманский мир То такую церковь Всегда закроют Скажут А что они Приехали чтобы Ну как бы Ну как бы Не культ свой Ну как бы А по сути дела Они строят структуру Которая потом Будет влиять на власть Да Чтобы законы менять Это И ты Ну и И вот ты понимаешь Что вот церковь Она На самом деле Должна быть Такой модель При которой Она могла бы В любую страну Поехать И делать Своё дело А когда ты Допустим Говоришь Что церковь Должна На войну Уйти Поддерживать Власть Это самое Ну как бы Или там Быть Ну Или же Всё-таки Церковь Должна быть Пацифично Вот знаешь Ну Модель Как Риховский Это видит Что я всегда Ну как бы С властью Говорю Поддерживаю Модель Как это Рындич Тот же Самый Ну Говорит Что я вроде Был в союзе Христианское Все религии Мусульманское Буддийское Как бы Христианское Там Хоть православное Хоть католическое Хоть протестантское Они все говорят О чем Они все Ну так или иначе Все религии В них есть заложен Патриотизм К своей земле К своему народу К своей культуре И в этом есть Вот этот момент Если я родился Допустим Ну в Италии Я католик Если я родился В Америке Я протестант Если я родился На Дубае Я мусульманин И если я родился В России Значит я православный А все остальное Это чуждо Другая вера Другая религия Это чуждо Они размывают Нашу культуру Размывают Нашу основы Они размывают Понятия И вот В религии Всегда есть Вот эта Ненавищественная Позиция Да Услужить власть Или услужить Той земле И вот Когда я Допустим Слышал Такие Ну как бы Такие моменты Мы за власть Ну мы там Со своим народом Да Даже когда Образно берем Я абсолютно Там Со своим народом Даже когда Беда в народе Да Произошла Как в Украине Да И вот И это Смешивают с Богом То я задаю Тогда вопрос А правильно ли это Вообще Или неправильно Вот так вот Соединять Бога Со своей землей Потому что Вот Я когда покаялся У меня мать Православная монашка И она Такую вещь Сказала Ты Россию Предал Я говорю А почему я Россию Предал Она говорит Ты веру Православную Предал Я говорю Подожди Вера в Бога И любовь В своей земле Это два разных понятия Прогласен Вот И вот Я думаю Что отчасти Разделение Которое сегодня Происходит Между российскими Пасторами И украинскими Ну Первый момент Это Вот это Смешание Вера в Бога И любовь Своей земле Они соединили Это Понимаешь И отсюда И отсюда Идет Такое разделение Я хотел бы Просто Вот знаешь Примножить Рассуждение Увидеть Допустим Вот в новом поколении Тоже Там Наше разделение Ну Понимаешь У Алексея Есть Это понятие Мировое правительство Новый мировой порядок Он в Европе Живет Он там Может Выходить Судиться Там По крайней мере Уже суды нормальные Все Но если с такой позиции Приедет в Россию Или допустим Мусульманскую Какую-нибудь страну И вот так вот Выйди Протестуй Туда-сюда Тебя уничтожат Посадят Или убьют Ну Потому что Нету такого Культурного аспекта В этих странах Андрей Вот я возвращаюсь К тому Что я сказал Да Это парадокс церкви Церкви Которая идет Сегодня на компромисс И уже давно Она пошла И церкви Которая была Первые три века Вот церковь Которая была Первые три века Она не обращала Внимания ни на что Она шла И Ну тогда не было Мусульман Ну Той религии Да Были другие религии Много религий По всей империи Ведь по традиции Считается Что все апостолы Разошлись Куда угодно Андрей считается Проповедовал На берегах Днепра Где сегодня Киев стоит Там Кто-то ушел В Китай Кто-то ушел В Индию Кто-то в Европу В другие страны Кто-то ушел туда Проповедовать Диким племенам Которые сегодня На территории Англии Да на острове Кто-то здесь Племенам Кто-то в Орду пошел Еще куда-то В общем Они разошлись И они как раз Несли Евангелие Они не обращали внимания Ведь за это их и гнали Но чем больше гнали Тем больше церковь росла Они восставали Против всякого Вот этого Земного патриотизма Павел Посмотри Он что у себя ходил Все его три или четыре Как считается там Путешествия Он ходил по всей земле И проповедовал Одну патрию Небесную Он одного отца Проповедовал Он говорил Наше жительство на небесах Мы граждане И нового государства Вот как сегодня Пытаются совместить все Понимаешь Как бы я и здесь Я и там Но на двух стульях Не усидишь У тебя не может Двух хозяев быть Вот все вот эти Царебожники Которые за царят Все топят Ну мы понимаем О ком говорим Это в России У них патриоты Это царебожники По большому счету Даже не к своей земле Понимаете Если в Украине У них к своей земле И к народу И Ну А в России Оно в массе Своей царебожники То есть Поклонение власти Потому что Это культура Вообще Ну Русского народа Да Да Слушайте Что Бог дал Пределы Ну с другой стороны Да Пределы всем народам Они были так Или иначе размещены То там То там То там И поэтому Когда возникают Вот даже сегодня Возникают эти войны Да То есть пределы земли Есть установленные границы Государственные И поэтому Когда люди воюют Тут у нас тоже должно быть Правильное отношение К войне И к пацифизму Понимаешь Есть разные войны Есть империалистические войны Вот Как считают Сегодня Россия ведет Эту войну Империалистическую О ней Вот кстати Президент говорил На 9 мая Что нам объявили войну И вот война идет Со всеми странами Вот Но все же понимают Что на самом деле происходит Ну Мусульмане всегда объявляют Типа джихад Священная война Там Немножко другое Да Смотри А есть война Отечественная Вот в Украине И они многие понимают Что идет отечественная война За свое отечество За свою землю Которую Бог дал Поэтому часто Мы видим в комментариях Пишут Ну Заповедь ты наруши Не нарушай Межебрата своего То есть Зачем ты это делаешь Зачем ты чужую землю берешь Которая тебе не принадлежит там И И тут тоже есть свое основание Понимаешь Когда люди За себя За свой дом За свою землю За свое За свое воюют Это немножко другое Это немножко другой патриотизм И он все равно связан с небом Это Бог нам дал Нашу землю Вы живете у себя в земле Зачем вам чужое Зачем вы хотите там Поработить нас Ну вот история войны Войн это всегда история Порабощения Одного народа другим Не важно там За ресурсы они воюют За землю Или еще за что-то другое Но неужели у нас мало земли У нас столько земли Она даже не Ты же сам жил в Сибири Альберт Я вот знаешь как сказать Я вот сейчас нахожусь на Бали И я просто пытаюсь Другую точку зрения высказать Потому что я Ну как бы То что ты говоришь То же самое высказался И поэтому Отчасти не могу Ты сегодня в страну вернулся Но я пытаюсь Другую точку зрения Ну смотри Но евреи Никогда не Ну первые христиане Апостолы Никогда не призывали Освободиться от римского гнета И по большому счету Почему первые христиане Которые Сказали Отвою им Мусульман И крестового похода Пошли Они же тоже потерпели Его поражение По большому счету Там колыбель христианства Там отечество Ну откуда пришло Но пришло поражение И вот Ну я понимаю Что Я абсолютно Допустим Ну разделяю эту точку зрения Когда человек Допустим Будучи верующим И говорит Да Нарушили межи Ближнего твоего И я имею Откровение Защищать свой дом Свою землю И умереть Да Ну как бы Я не думаю Что там Христос его осудит Или там Как-то особо благословит Но это его решение Решение Стоять за правду Ну как бы И по-библейски Есть Но есть куча Вот я здесь на Бали Кучу вижу Украинских верующих Которые говорят А у нас другое откровение Сохранить себе жизнь Да Это не наша война Я Ну тоже вижу И они тоже Как-то обосновывают это Я к чему хочу Почему я такое разделение несу Разномерное разделение Потому что Где вот Находят Где вот эта позиция церкви И позиция лично верующего Как христианина Потому что Из-за вот этой позиции Очень много Там Ну как бы Мы видим Противоречия Церкви внутри разделяются Даже внутри Украины Внутри России В миру Они разделяются Потому что Вот даже Вот этот вопрос По войне Он И позиции церкви Он многих Вообще разделил Понимаешь О чем я говорю Сейчас Я понимаю Ты же тоже понимаешь Что Желающий Спасти душу свою Потеряет ее Понимаешь Ну смотри Спасти То есть Иными словами Вот Украинские братья Говорят Что верующие Должны Все были Как один Противостоять Против войны Выходить 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 И вот Ну И Мы знаем Ну Да Нас мало Там Кто вышел Там Высказал Свою позицию И священников Мало Ну в целом Большая часть Священников Не высказались И кто-то Ну просто Сказал Ну а те Которые Высказались Посадили Ну как бы Ну Некто Кого-то Посадили Кого-то Может быть Домогул Меч Меч Находят Так Позиция Пастуров Либо сидеть В тюрьме Либо уехать Из-за Своей позиции Из страны Своей Вот Тогда Такой вопрос Ну Ты знаешь Каждый Ответ Находит Для себя Ты там Я здесь И Каждого Ведет Господь Своим путем Поэтому Давай тоже Без украинцев Разговариваем Мы с тобой вдвоем Если бы кто-то Хотя бы Мог оппонировать Нам И те Которые Уехали И вот Говорят Мы спасаем Свою жизнь Нам все равно До этой войны До всего остального Но это их откровение Ну скажем так От Бога ли оно Или от кого Или это их человеческое Но это их право Пусть они следуют ему Мы Мы с тобой Следуем тому пути Который предначерта нам Своей судьбе Своему предназначению Бог тебе открыл Миссионерство Ты едешь И ты вдруг увидел Что мир-то маленький Что Куда не ступит Твоя нога Земля твоя Видишь Первая церковь Она так и распространялась Она не обращала Внимание на религию На политику На все остальное Они шли туда Они конечно вмешивались Перед царями стояли Везде и всюду А иначе как бы Власти стран Принимали бы Христианство Государственной религией Вот первая страна Как считается Армения Да там в 301 году По-моему приняла Христианство А как оно приняло Как без царя Как без политики Это все сделать Кто-то должен был Стоять перед политиком Перед царем государства Который потом сказал Вот так теперь верим Вот таким путем идем Вот такие принципы Будут в нашем государстве И это история История христианской церкви И когда Все-таки Бог Вот этих людей Миссионеров Христианских И кто-то Чьи имена Мы сегодня не знаем Мы увидим их на небесах А кто-то Вот стоял перед царями И им свидетельствовал Им проповедовал И они стали христианами Теперь возвращаясь К тому Что в Украине Одни призывают к этому Другие к этому Ну да Ну какая позиция Русских священников Должна быть Вот Ну Братья украинцы Они высказали Свою точку зрения Но Причем о всех Сегодня говорим О протестантах Православные тоже Там разделились И Да И баптисты Взывали И адвентисты И пятидесятники И харизматические церкви И слово жизни Все взывали Выскажите свою позицию И мы видим Что трусость Сегодня захватила Всю Россию Бояться За шкуру За то что в тюрьму Посадят Так любили проповедовать В девяностых О героях веры Которые сидели здесь Которые верили Вот О нерегистрированных Писядниках О баптистах И все Как будто сдулось Как будто ушло Комфорт пришел Не хочется Не хочется за Христа Страдать Хочется жить И царствовать С Христом Или без Христа Уже не важно Хочется достатка Отсюда все вот эти Учения последних Ребенок Те пересядники И баптисты скажут А где это за Христа Ты будешь Страдать за правду За свою позицию Где тут за Христа Ты страдаешь Ну здесь Есть Христос Который говорит Или я Царь Всех царей Или ты мне служишь Или ты служишь Другому господину Этому Вавилону Этой блуднице Или ты там Ну смотри Опять Опять же берем Я буду Понимаешь Я знаю твою позицию Ты знаешь мою позицию Но я сегодня Как знаешь Как Демидович Делал передачу С Генадием Черные и белые Я пытаюсь сказать Ну смотри Было же время Когда Даниил служил Сидрах Мизахом Динаго служил Будучи в плену Будучи там Узниками Да Ну как бы Они служили И Уортир тот же самый Ну как бы Ну Они же не Ну Шибко-то там Не скажу Что там Восставали Против удалопоклонства Против того Что они При царях были То что они Израиль захватили Что евреи У них в плену Они же Ну как бы В этом-то Мы не видим Что у них Была такая позиция Нет Почему Мы видим Андрей Вот ты раздели Любовь Любовь к Богу К небесному отечеству Да И любовь к земному отечеству Они служили Ты прав Но С чего началось Это служение С твердости в вере Они сказали Мы верим Богу И нам не важно Мы перед тобой Царь Не преклонимся Это такой был Знаешь Ну Царя Которого посчитали За Бога Да И вот эта печь Как возникла И все Кто не поклонится Царю И вот эти парни Простые парни Да Они сказали Нет У нас есть небесное отечество У нас есть небесный отец У нас есть Господь Вот И не важно Где мы живем Мы его не оставим Понимаешь Там же вещь Там же касалась Приклониться к чему Не приклониться Ну В понимании войны Потому что Это царь Что Киев Что эти Они тоже прорабощали Все государства В тот момент Это не важно Андрей Важно Что в твоем сердце Какому царю Ты служишь Вот ты пример Хороший привел И тут видно Что люди Все равно сказали Мы Служим Богу Мы Ему служим Они еще молодыми Когда их забрали В плен Считается Что они подростками были Когда они отказались Кушать то Что царь кушает И запивать вино Мы сказали Ну испытай нас Похудеем мы или нет Помнишь Ну да И они отказались Они сказали Мы будем Вот Даже В этом Мы не хотим Грешить против Бога А дальше Да Даниил был Причем По-моему Премьер-министром При трех разных царях При трех политических системах Которые сменяли Друг друга Вот так Четырех царей Перевязывали Ну видишь Он был призванным Он знал свою судьбу Своё предназначение Это было его И Бог позволил ему Там быть Позволил помогать Наверное Своему народу Если такой Великий сановник Да От еврейского народа Стал Сегодня есть Такие же христиане В разных правительствах Вот у нас Этого нет пока еще Чтобы правду говорили Чтобы истину говорили И Ну царям Даниил пострадал За свои убеждения Опять же Это было связано С его религиозными Воззрениями Не с мирскими Не по отношению К войне Или не войне К политике Неполитике Захвата государства Всё А где вот эта грань Дай докончим А извини Всё в итоге Я тут вывод хочу сделать Всё в итоге Сводится опять К твоей вере Насколько ты Веришь во Христа Насколько ты доверяешь Ему Насколько ты готов Последовать На свою Голгофу За Ним Насколько ты готов Остаться одним Мы были с тобой вместе На конференции Где Главный тезис Знаешь Я приехал Я был ошарашен Вот этим Миссионерским съездом Вот он Ты же помнишь Путь Который я должен Пройти Один Вот это Очень хорошее Меня просто Потрясло Это название Вот оно Легло В моё сердце Есть путь Который ты И я Мы должны пройти В одиночестве С Богом Уповая на Него И это Выбор человеческий Твой Мой Да Это Вот я Видишь Как Альберт Я вот Пытаюсь понять Где вот эта грань Давай Допустим Как я Допустим Вижу Да Вот момент Да Ну допустим Ты вот Как вот мы Проповедуем Евангелие Мы пришли Рассказали Благую весть Если человек Принял Ну Как бы Благодать его Спасены через Верную Ну как бы Он принял Он сам Добровольно Да Вхождение В Царство Небесное Да Добровольного А можно А можно Там Как раньше Знаешь Как бы Это Как Русь Крестили Да Мечом Насильно Насаждать Веру Вот Вся верующая Да А потом Когда сказали Кто не хочет ходить На богослужение Не ходить И пошло Если я не ошибаюсь Пять процентов Из тех Кто раньше ходил Раньше Принуждение Уходили На литургии Понимаешь Ну то есть И вот Ты понимаешь С одной стороны Вот Ну Есть Свободная Вера Да Вот Свободная Когда я Я свободный Я верю В Иисуса Христа Да Вот Произошел Как говорится Конфликт Да Допустим В Украине Ты высказал Свою точку зрения Да Допустим Ребята Мы нарушили Заповеди Мы Мы Напали На первую Страну Да Даже Если Ну как бы Это Неважно Там Я конечно Поражает Что Что Действительно Такой народ Ну просто Такую махину Как Россию Остановил И Как это Ну Я даже был В хроке Но я понимал Что это Это Ну Мы сделали Неправильно Ты высказал Да Позицию Раз Два Все услышали Твою позицию Все услышали Твою позицию Ну Ну Реально Ну как бы Ну Не братья Ну как Седрах Мисаков Одинаков Сказали Мы поклоняться Не будем Братья Не поддержали Да Там Есть сразу Другая позиция Либо Говорить до тех пор Пока тебя Либо в печку Не кинут Да Либо Не посадят Либо тебе Тебе надо Иммигрировать Из страны Чтобы Ну Чтобы Продолжать Работать Ну И вот Здесь Вот такой Вопрос Ну Если ты Высказал Свою позицию И ты понимаешь Все узнали В плане Бога И высказали Свою точку Зрения Но есть Моменты На которые Ты не можешь Повлиять И И что Тогда Ну Как бы Идти до конца Пока тебя В печку Не кинут Или В тюрьму Не посадят Ты же Все таки Высказал Свою позицию Но если Ты не влияешь Молиться Чтобы Проявился Божий план И делать То Что ты должен Делать Это Проповедовать Евангелие Утверждать Душу учеников Но Опять же Вот смотри Опять мы касаемся Патриотизма Ну Тема Передачи Все таки Давай Всегда Придерживаться Этого Опять это Вопрос выбора Вопрос Выбора Вот Мы о нем И говорим Да Ты выбираешь Или одно Или другое И плюс Еще Твой выбор Должен Конечно же Быть связан с волей Божией С твоим предназначением С твоей судьбой В этой жизни Что ты должен делать Что ты должен совершить Какое течение Говоря Твоим языком Ты должен совершить Как Павел говорит Я течение совершил Я когда надо И плыл так Когда надо Против течения шел Вот Я знал К чему я призван Я знал В кого я уверовал И это личный ответ Мы не можем Ни с кого спросить Вот верьте Или поступайте так Как я Ты заявил О своей позиции Я заявил Еще несколько человек Заявили о своей позиции К этому Смотри Вначале Я дал несколько Ну как бы накидал Что разные патриотизмы Есть Есть слепой патриотизм Это вот такая Слепая Уверенность В том Что твоя родина Или твое государство Неважно Есть государственный патриотизм Это вот слепой Он связан с этим Это беспрекословное Скажем так Положение Вся власть от Бога Да Нет Беспрекословное Слепой патриотизм Я имею ввиду Землю сейчас Беспрекословное Вот скажем так Положительная Оценка всего того Что происходит В твоей родине Правильно Неправильно Грех Не грех То есть вот В тяжелые времена Времена войны Это уже не важно Стирается грань Да плевать на Бога Главное Вот я патриот Вот это слепой патриотизм И он характеризуется Своей Ну не то что не любой Он характеризуется Нетерпимостью Ненавистью К любой критике К любому Взгляду Который не совпадает С этим взглядом Вот это есть слепой патриотизм Есть гражданский патриотизм Вот Я Я сторонник этого патриотизма Он связан Знаешь С правильным С осознанием С оценкой С С рефлексией Того что происходит С божественной точки зрения Мы верующие люди Мы никогда этого не должны забывать Мы должны видеть То что Библия говорит То есть должен быть анализ Должна быть здравая критика Существующего Положения дел То что происходит То что мироправители творят Они не боги Если они не Они однажды ответят И будут на суде Божьем И пойдут в ад Как простые Это здесь они Кто-то там избранный Президента там Или цари Или кто-то еще Неважно Понимаешь То есть я вижу Что ты занимаешь Ту же позицию Да я понимаю Что мы сегодня Пытаемся разговорить Людей Ну чтобы может быть В комментариях написали Мы потом публикуем Этот эфир тоже у себя На канале Вот Но Мы должны быть Ну здравыми Для чего Для того чтобы Лучшему Андрей Почему мы Мы граждане Да Мы живем в этом государстве У меня такой же Красный паспорт Как у тебя Гражданин Российской Федерации И я болею за свою родину Я люблю ее Я вижу Что все идет не туда Что империи Распадались Распадаются И будут распадаться И если это пришел Сегодня суд Божий На нашу страну То конечно Я больше времени Уделяю сегодня тоже И молитвам И обращениям к народу И говорю с людьми Люди Отдумайтесь К чему это ведет Нам нужно покаяние Мы не должны поддерживать Все что делает Мы не должны быть Слепыми патриотами Что все что делается Есть пример Я его привел Уже в фашистской Германии Да да Ну смотри Вот опять же Мы берем такой момент Ты знаешь что В России В РПЦ Прошел А так как Я не могу ошибиться То ли заседание То ли урок Какое-то там Обсуждение Что Те церкви Неописядинские церкви То есть они не воспитывают Патриотический дух На защиту государства Что хоть они и говорят Мы любим свою страну А на войну Никто не идет Хотя Проходил анализ Что и батюшек Призывали на фронт Пойти Как капеллан И тоже там Лесу рук не было Понимаешь Ну как бы Это И я вот понимаешь Я всегда Пытаюсь еще какую-то вещь Довести до крайности Потому что вот например Если мы берем Слепой патриотизм Допустим К стране Да Ну давай так Может быть Немножко в кучу Все мысли Которые есть Упорядочим Есть патриотизм Который Который Ты говоришь Слепой Когда ты Не смотришь Вот как вот Часто люди цитируют Вся власть От Бога Какая бы власть Не была То все Что власть говорит Это вообще Бог говорит И поэтому Надо этому Все подчиняться Вот Я лично Ну в это не верю Я понимаю Что власть Она дана Вся власть Иисусу Христу На небе На земле Ну и То что мы Сегодня видим Допустим Те власти Которые существуют Согласно Ефесянам Вторая глава Второй стих Написано Дьявол правит В сынах Противления Да Поэтому он Правит в сынах Противления И очень часто Именно Сыны противления Говорят Против Бога Ну если посмотреть Допустим Ну скажи мне Какой у нас сегодня Президент Или еще что-то Мы ему сказали Что он искренне верующий И Божьей воли Ищет для своего Для своей земли Для своего народа Ты знаешь Вот эти сыны противления Они сегодня Наоборот Нам внушают Что вы Противитесь власти Понимаешь Не Богу Не Божьим установлением Они же манипулируют Сегодня этим Они начинают Тебе Но это вы Сыны противления Не мы Они против Бога Они Ну принципы Божьи Оставляют Передергивают Что-то из Писания Из Библии Чтобы манипулировать Людям Чтобы Привязать К ному Своему Патриотизму К этому слепому Которому Все верно Все правильно Ну вот смотри Вот первый момент Это вот Именно вот Что мы С тобой говорили Слепой патриотизм Я не нахожу Ни одной Библейской Как бы Ну Понимание Что мы должны Следовать за властями Да Как бы Ну не было Ни от Крица Ни от кого Именно такого Получения Что все Понимаешь Потому что не надо Царство Небесное искать На земле Его нет Царство Небесное Есть Было Андрей Вот смотри Мы с тобой Потомки советской системы И вся советскость Была построена На том Что мы строим Коммунизм Или Царство Божие На земле Понимаешь Вот отсюда Все это идет Мы заложники Старой этой Советской системы Помнишь эти песни И как один умрем В борьбе за это Вот и все Вот патриотизм В чем Умереть В борьбе за это Что когда-то Где-то Царство Божие На земле будет Будем ходить в магазины Не работая Ну вернее работая Но брать Без денег Без всего Помнишь Да Эти идеи Коммунистические Ну да Вот оно Было уже Оно было Я же библейское Обоснование беру И мы последователи Этого мышления И все Не важно Кто мы Живем В России В Украине В Казахстане В бывших Постсоветских странах Даже в Европе Это сегодня Прослеживается Вот в странах Советского блока Ну а тебе не кажется Что вот этот Земной патриотизм Который Ты говоришь Слепой патриотизм Который Что не власть То от Бога И если его Проименить Что Ну такой же Слепой патриотизм Есть Не знаю Там Своей церкви Или пастору И ты Ну и ты Видишь Что Пастор принимает Неправильные решения Да Допустим Ну Ведь сколько Вот этих Мы же берем В России Священников Которые Ну реально Поклоняются Попецаризм Да Поклоняются Монахам А рядом С ними Есть прихожане У которых Слепой патриотизм Ну как бы Своему священнику Своей церкви И ты Видишь Допустим Ты часто Понимаешь Что Ну как бы Почему я Изначально Когда взял Разделили Вот эти Все понятия Что патриотизм Есть в вопросах Церкви И государства Что является Вопросы к церкви Вопросы к помазанникам Пасторам Да Допустим Каким-то Ведь оно же все Вот знаешь Если найти решение Вот в этом вопросе Я думаю Все три вещи Ну как бы Они должны исцелиться Потому что Должно быть понимание Мой личный патриотизм Чему я Патриотизм Что такое патриотизм В церкви Что такое патриотизм Не знаю В системе Или пастору И государству Потому что Церковь Смотри Тоже разделилась Что у каждого Своё тоже призвание Что ли Чтобы церковь делилась Или Или же Что-то здесь Мы все-таки Что-то ходим И не можем найти Спасибо Хорошие Вопросы Ты поднимаешь Можно порекламировать Немножку Вот у тебя Сейчас В фейсбуке Есть такой канал Взгляд с небесный Там недавно Некто Альберт Раткин Говорил о Вавилоне О русском Вавилоне И вот то О чем ты говоришь Ты говоришь о том Что Вот эти вот пастора Да С этим Квасным Или там Слепым патриотизмом Каждый создает Свой маленький Вавилон Свою маленькую башню Большинство Кто сегодня Играет в этот Царь горы Я залез Я сверху Сверху сижу Да Я захватил Сегодня все Пляжете под мою дудку Нет отношений Нет отношений Внутри церкви Вот на равных Да Отсюда Ну мы же все видим Что в российской церкви Сегодня нет Достаточного количества Умных людей Люди уходят Из церкви Они не могут Там знаешь Доказывать что-то пастору Который не хочет Ничего слышать А ты умнее меня Ты там Образовании Отсюда столько Всяких Учений о том Что учиться не надо Получать образование Там все это бесовское Это было Есть и будет Наверное Чтобы держать Народ Вот в рамках Вот этой Блудницы В рамках этого Вавилона Маленького Андрей Я вот веду Этот термин сейчас Свой маленький Вавилончик строят В каждой церкви И таких церквей много Не все Андрей Ты сам знаешь Не все церкви такие Не все построят Народской церкви Да Я почему Об эту тему Ты поднял Потому что Я вижу Димитович Там ищет Ну как бы Ответы Ну там Постоянные И защищает Того же Шедловского Вот он Это хочет делать Он хоть какую-то Работу делает Хоть молитву А вы даже Молитву не делаете И критикуете его Он для вас враг Потом я вижу Сколько вот этих Ну Разделений Критика Нападки И по большому счету Я почему Этот эфир Поднял Ну конечно У меня есть Мой взгляд Ну я думал Может быть у нас У зрителей тоже Будут какие-то вопросы Какой-то взгляд Они пропишут Как они это видят Но вообще На самом-то деле По большому счету Истина-то одна Истина Христов И вопрос В чем заключается Если правильно Строить церковь То Естественно Церковь должна И внутри Приносить здоровый Такой Ну патриотизм Да Здоровый Правильный взгляд Чтобы он Не был радикальный Чтобы церковь Опять же Была такой модель Которая еще Чтобы могла Она с этой же моделью Поехать Ну как бы В мусульманское Страну И как бы Проповедовать И а не просто Стать политичной Понимаешь Ну как бы Полностью там За коллег по цеху Или же наоборот Мы Идем просто Войной Пока вы нам Голову не отрубите Или там Не посадите Или не депортируйте Ведь все-таки Ответ он Понимаешь Есть универсальный Ответ Который мы должны Тоже В этом Ну как бы В рассуждениях Находить Но Смотри Мы уже с тобой 50 минут Уже Хорошо говорим 50 минут В эфире уже Да Будем Загугляться Друзья Кто Посмотрел Эфир Напишите Свои Комментарии Вообще Интересен Вам Эфир Какие-то Темы Может быть Обсудить Потому что Ну Надо Находить Поиск Я все-таки Верю В какой момент Суверенность Бога Что Бог строит Свою церковь И если церковь Внутри Колется Или церковь Разделяется Или церковь Действительно Создает Такое впечатление Что она Перестала Быть Солью И Светом Земли То Она Будет Переживать Потрясение Эти потрясения Они Даны Для того Чтобы Мы все-таки Выявили А в чем Есть воля Божья Какая Время Римской Империи Когда Римская Церковь Она Думала Что Она Правильно Деет Что Сжигает Людей Что Она У власти Что Она В законодательной Системе Но В итоге Пришел Мартин Лютер И до него Еще Люди Которые Сказали Слушайте А вера Это Неправильная И Правильник Верой Жив Будет И Произошла Реформация Движения Я Сегодня Почему Я эти вопросы Еще Поднимаю Потому Что Я Не Вижу Чтобы Церковь Могла Реформируть Общество Или Желтворить Общество Или Быть Ответом Для Многих Людей Которые Ищут Вопрос Она Внутри Колется Она Внутри Не Может Получить И У каждого Вавилонская Башенка Мое Империя Так И Людей Устраивает Эта Маленькая Империя Ну Которая С Взгляд Небесный На Ютубе У него Также Есть Телеграм Канал Взгляд Небесный Ребят Пишите Свои Вопросы Свои Мысли Почитаем Если Вы Видите Что Эфир Интересен Мы Конечно Долго Запрягали Но Слава Бог Я думаю Мы Должны Эти Темы Сать То Будем Продолжать Эфир Делать Альберт Есть Что Тебе Сказать Напоследок Не Я Хочу Поблагодарить Тебя Что Ты Начал Поднимать Эти Важные Темы Надо Говорить Посмотри Пришло Время Пришло Время Когда Мы Начали Говорить Потихоньку Потихоньку Мы Расколдовываем Сегодня Людей Общество Наше Те Кто Смотрит Слушает Те Кто Спорит Начинает Доказывает Даже Гневные Комментарии Или Негодные Комментарии Это все равно Комментарии Это значит Все равно Это тоже Позитивный Вариант Поэтому Мы На канале Не убираем Каких комментариев Только нет Если только нет Откровенный 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 Оскорбляет Я думаю Мнение Может каждый Высказать Но оскорблять Зачем Унижать Разные Любые И по поводу Этого эфира Да друзья Есть мысли Есть мнение Пожалуйста Мы готовы Продолжить Дискуссию Беседу Или диалог Уже В комментариях Это тоже важно Полезно Нужно Поэтому Благословим Боишься Господь Подписывайтесь На канал Андрея Матюжевый На мой канал Да Да В интернете Слушай Я прям удивляюсь Даже Да Слава Богу Ладно Всего доброго Спасибо До свидания Всем Кто с нами был Кто посмотрит Всего доброго До свидания С Богом